Микс Ньюс. Вы слушаете Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Внеплановый разворот у нас в гостях директор службы неотложной медицинской помощи Лена Цыпола. Здравствуйте, госпожа Цыпола, по скайпу. Здравствуйте. Да, меня зовут Андрей Лешкевич, забыл представиться, звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, во-первых, что нашли возможность. Мы понимаем, что у вас, как в названии, неотложная помощь. У вас тоже все сейчас неотложно происходит. Начать я, наверное, хотел бы с вашего заявления на этой неделе, которое многих как минимум отрезвило, как максимум шокировало и обеспокоило по поводу того, что если ситуация с коронавирусом продолжится в таком вот виде, то систему здравоохранения ждет коллапс. Вот поясните, пожалуйста, что вы все-таки имеете в виду, и учитывая, что вы сказали это в начале недели, сейчас у нас уже конец недели, можно ли сказать, что действительно вот к этому идет? Ну, во-первых, это было эмоционально с моей стороны, потому что я реагировала на заседание депутатов, которые рассматривали Алдес и Гобзе, мандатная комиссия того, ну, этичный или неэтичный депутат поступил по отношению к маскам. И я реагировала на его высказывание, что вируса нет, и надо всем быть здоровым, ходить по свежему воздуху, и все будет хорошо. И зная то, что мы уже месяц работаем с реальными пациентами, которые заразились ковидом, и намного сложнее идет ситуация, чем весной, и смотря, что происходит в Чехии, в Польше, уже в Литве тоже, и смотря на нашу заболеваемость и все данные, которые у нас имеются, мы прогнозируем, что мы тоже можем не избежать такого быстрого и большого прироста пациентов, которым надо будет стационарную помощь оказывать. И, конечно, при ситуации, когда у нас заболевают 100-200 пациентов в день, эти проценты, которые мы стационируем, примерно 12% из этих заболевших, то это мы можем еще осилить, и система может это держать. Но если у нас будут много таких людей, как Алдис Гобзенс, то если мы не будем соблюдать все те правила, которые сейчас создаются специалистами, то заболеваемость может вспрыгнуть до 400-500 человек в день. В Польше нет, в Литве вчера было 900, более сегодня 700 человек, то есть это реальность, это не то, что просто кто-то придумал. И в таком случае те проценты, которые уже попадут пациенты в стационары, это может быть даже до 1000 пациентов в неделю, для системы дровоохранения это не осилить. И чтобы не было такого, я должна была и этому депутату, и остальным сказать, что это очень безответственно говорить, что ковид это не реальность, и что это протекает легко, и все остальное. Так что это было эмоционально, но это на фактах того, какие прогнозы сейчас, и что мы уже видим в Европе, и прогнозы того, как развивается ситуация в нашей стране. Ну а следующий такой звонок, серьезный психологический барьер, к которому мы можем подойти, вот он каким будет? Это закончатся места в больницах, или это действительно какой-то резкий скачок? Вот какой следующий серьезный звонок, который скажет нам, что ситуация ухудшается? Самый главный звонок – это заболеваемость как такая. То есть мы уже можем сделать прогнозы, что при этой заболеваемости у нас будут уже проблемы в системе здравоохранения. Но самое главное, что эта заболеваемость, если она поднимется, будет намного хуже. То, что сейчас происходит уже в больницах, уже на данный момент открываются новые места для принятия пациентов, перепрофилируются отделения. У нас изменен уже план госпитализации, очень серьезно изменен. Мы уже видим, что снижается плановая помощь пациентам, и что еще мы видим, что очень нагрузка большая идет на семейных врачей, на амбулаторный сектор. Потому что, если так посмотреть, более 3000 человек сейчас находятся в домашних условиях, инфицированные. И мы не знаем, как будет и насколько много из них заболеют уже с серьезными симптомами. Так что самое главное – это заболеваемость. Если мы ее снизим, мы сможем прогнозировать, как развивать эти места в стационарах. И что еще очень важно, в тот день, когда она будет снижаться, заболеваемость, мы еще будем ждать приплыва, все приплыва, две недели как минимум пациентов в стационаре. Потому что одно дело – заразиться, второе – заболеть, и третье – попасть в госпиталь. И это может продлиться даже три недели с этого пункта. То есть те, которые сегодня заразятся, все эти проценты могут только после трех недель оказаться в больнице. То есть этот хвост достаточно длинный. И, конечно, еще вторая вещь, которая происходит, то есть насколько долго пациенты находятся в больнице. То есть если они выписываются неделю, десять дней – это одно. Если они будут залеживаться в больницах и занимать эти койки, то есть мы будем чувствовать того, что мы не успеваем освободить, и не успевают люди выздоравливать, чтобы у нас была возможность новых пациентов провести эти больницы. Поэтому, да, это очень сложно. Нет такого показателя, чтобы я сказала, у нас в больнице будут находиться 500 – это красная линия. Потому что на следующий день могут оказаться еще 500 – надо найти места. То есть прогноз идет только из тех чисел, которые у нас показывают заболеваемость. Говоря о плане «Б», вот вчера госсекретарь Минздрава озвучила такую мысль о том, что в Латвии будут созданы больницы, даже специальные для ковид-больных. При этом госпожа Мурмана Умбрашко оговорилась, сказала, что для этого нужно еще оценить, есть ли у нас ресурсы и вообще можем ли мы это сделать. Вот как вы оцените? Потому что немного непонятно. С одной стороны, сделают, а с другой стороны, нужно оценить. Ну, во-первых, у нас в Латвии мы все время ориентируемся на инфекционные отделения. И у нас есть ресурсы в инфекционных отделениях. То есть там есть места, но они заполняются. И заполняются достаточно быстро. Один из принципов, который применяется при госпитализации пациентов с ковидом, такой же, как и домашнее, что мы делаем. Узнал, что у меня ковид, изоляция, отдельно все, и стараемся прерывать эту цепочку заражения. Так же это делается в больницах. В принципе, люди, пока они находятся в приемном отделении, тестируются, потом определяется статус насчет ковид-19, и тогда они попадают или в простое отделение, если они негативны, или в специальное отделение, где уже могут соблюдаться совсем другие правила, чтобы не заразились медики и все такое. Если этих пациентов будет много, ясно, что коек надо будет намного больше, чем сейчас находятся в простых больницах, как и в инфекционных отделениях. И в принципе специализированные у нас сейчас только инфектологический центр, и уже развиваются места в туберкулезной больнице. Но в регионах у нас отдельных больниц нет. И если нам надо будет много развивать, то эти инфекционные отделения все равно будут наполняться. Поэтому рассматривается возможность отдельных этих пациентов на специальной больнице организовать специальное отделение в других больницах, может быть, даже отдельно от всех остальных пациентов, чтобы там уже были подготовлены медики, они работают уже в специальных условиях. И мы можем так контролировать то, чтобы эти пациенты совместно не перемещались, и медики не было, что он два часа должен работать с COVID-больным, потом должен быстро бежать еще в отделение, где у него находятся негативные пациенты. То есть это неправильно, и такую схему мы не рассматриваем. Если будут заполняться инфекционные отделения, которые сейчас берут этих пациентов, после того, как этот статус мы знаем, то нам надо новые места, и поэтому рассматривается возможность. Но правильно то, что самое большое, что у нас составляет для проблем, это персонал. И если мы говорим о Риге, то, может быть, у нас есть больше возможностей направить персонал на эти специализированные отделения, например, в регионах такой возможности нет. И поэтому есть, как говорится, правильно говорить о том, что возможности у нас не очень большие развернуть новые больницы как раз из-за персонала, не из-за чего другого. А где, получается, тогда где можно было бы эти больницы, условно больницы, отделения создать? Это все-таки в Риге или не в Риге? Это не в Риге, то есть мы рассматриваем возможность открыть такие специальные больницы или филиалы больниц, которые находятся в ВИДЗЕМе и КУРЗЕМе, потому что в Латгале и в Даугавпилсе есть очень большое инфекционное отделение, где они могут развернуть сами. То есть у нас есть возможность там еще не рассматривать отдельное открытие больницы. Больше проблем сейчас идет в ВИДЗЕМе и КУРЗЕМе. И там, конечно, чтобы все пациенты не попадали в Ригу, потому что это тоже логистика достаточно серьезная, мы рассматриваем и ведем переговоры с отдельными больницами. В принципе, больницы понимают, для чего такой будет план, если он будет развернут, и готовы делать все, чтобы это сделать. Как раз смотря тоже на эти цифры, как развивается ситуация, заболеваемость. Глава службы неотложной медицинской помощи Лейна Цыпл у нас по скайпу. Говоря о Литве, вот все-таки мы видим, что сейчас там ситуация хуже всего развивается, они уже к тысяче подобрались, вчера было 900 с лишним. В этом смысле хочется спросить, во-первых, известно ли вам, насколько коллеги из Литвы справляются с этим? То есть учитывая, что мы, конечно, там постучим по дереву, но нас может это ожидать. Наверное, этот опыт важен, насколько они справляются с такими цифрами. И вот некоторые считают, что если в соседней Литве это совсем близко, то, скорее всего, это и к нам может прийти. Насколько это действительно так? Или это вовсе не обязательно? Ну, не обязательно, что такой же сценарий будет у нас. Во-первых, потому что немножко каждое государство выбирает свои методы того, как они борются с развитием болезней в обществе. И Латвия оказывает результаты лучше Литвы уже достаточно долгое время. То есть мы две недели, то точно позже у нас всё началось. И у нас не было выборов, потому что эти все мероприятия, которые мы принимаем как решение, как государство, они не всегда одобряются обществом. И идёт очень обширная волна дезинформации. И очень трудно мотивировать общество, когда нет выборов, куда ещё, когда выборы на носу и как раз сейчас закончились, и они видят результаты, что произошло. Ещё очень важно понять, что в Литве, так же, как и во многих других государствах, заболели много медиков. У них действительно этот процесс идёт ещё больше, чем у нас, развивается. Может, потому что у них и сама волна немножко интенсивнее развивается, чем в Латвии. Но это одна из проблем. Ну, то, что они при стационировании неполных 400 пациентов заявили, что у них есть возможность коллапса ихней системы здравоохранения. Это меня тоже поразило, потому что мы считаемся, что мы при таких ещё числах не будем чувствовать себя, что мы с чем-то не справляемся. То есть в Литве это очень интересно, как у них это происходит. У них ещё вещь та, что у них децентрализированная неотложная помощь. То есть у них идёт региональная, и у них такого центрального, ну, как говорится, плана госпитализации тоже нет. И немножко у них эта система ещё не настолько развита, как в Латвии. Так что это наше преимущество на данный момент. Но риски того, что у нас может быть похожий сценарий, всё равно ещё реальный. Вот хотелось бы вашу версию услышать. С первой волной мы очень хорошо справлялись. Мы это даже так представляли, как невизитную карточку, но какую-то положительную сторону Латвии. Вторую волну мы намного тяжелее переживаем. Мы реже подскочили цифры. Вот, может быть, если коротко, в чём вы видите ключевой поворот, когда мы, не знаю, пошли не туда, сделали что-то не так? Почему всё-таки у нас цифры эти ползли наверх? Надо понять, что весной была совсем другая ситуация по отношению всех государств к этому вопросу, потому что реакция была очень быстрая, интенсивная во всей Европе, потому что реакция была на то, как развивалась ситуация в Италии. Она была для всех такой поучительной и очень быстро реагировала одно государство за другим. И, в принципе, Прибалтика реагировала, пока у нас ещё было очень-очень мало пациентов, которые привезли нам этот вирус. И распространение в обществе, в принципе, так и не развелось. То есть было, но очень небольших количеств. На данный момент, конечно, все понимают, что то, что происходило весной, это внесло большое влияние и на экономику, и на другие вещи. И теперь принимать решения стало труднее, и все хотят найти какой-то компромисс между того, насколько мы меняем свою жизнь, и воздействие идёт на экономику, и сколько может выдержать вот эта система здравоохранения. И наше немножко, может быть, то, что надо смотреть реально. Система здравоохранения в Германии, во Франции, она намного сильнее во всех отношениях, чем наша система. И, может быть, наши риски с такой точки зрения достаточно больше. Но я всё равно одобряю то, что политики смотрят всё вместе. И, конечно, мы, как работники здравоохранения, хотели бы, может быть, агрессивнее эти принятые решения. Но мы не те, которые могут смотреть на эту проблему с высока, с экономической точки зрения, ещё с какой-то. И я одобряю и понимаю, что решения принимаются очень тяжело, и никто не знает, где находится рубеж. Это тоже ясно, да. Глава службы неотложной медпомощи Лайна Цыпл у нас по скайпу сейчас. Вот о регионах тоже хотелось бы поговорить. Понятно, что основной удар приходится на Ригу. Но вот где, помимо Риги, ситуация сейчас наиболее критическая? Мы с начала второй волны постоянно слышали о Кулдыге и Дауге впился. Потом там другие города подключались. И ещё сразу хотелось бы спросить, как я понимаю, в Риге уже настолько ситуация, вот больницы заполнены, что многих везут в регионы. И вы знаете, что вот Вогра, например, глава больницы, господин Ширев, жаловался, что везут из Риги, они сами должны в Екапилс везти, такая неразбериха. Вот как эту ситуацию всё видите? Это сложная ситуация. И самое главное, то, что мы не можем так смотреть, что в Риге... В Риге у нас живёт половина Латвии, это с одной стороны. Со второй стороны, в Риге сейчас больше всего ресурсов как раз на лечение больных ковидом. И в Ригу мы привозим пациентов для лечения таких пациентов из других регионов. То, что мы стараемся как будто вывезти из Риги или по другим принципам госпитализации, это те пациенты, которым очень часто, ну если у них нет ковида, у них не нужна очень высокая степень помощи лечебной. И они могут, такую помощь может оказать больницы, в которых мы не привозим настолько много серьёзных пациентов. То есть, поэтому мы понимаем, что если у пациента ковид, инсульты, всё вместе, ему надо попасть в клинические, университетские больницы. Если у него хроническое заболевание, нету ковида, но ему надо, может быть, какую-то диагностику или поменять план терапии, это может сделать больницы, в которой они настолько высоко, ну, по уровню. И это правильно, потому что если все пациенты будут попадать сейчас в большие больницы, в Рижские больницы, мы можем оказаться в ситуации, когда мы не можем стационировать серьёзных больных. И это нельзя допустить. Ещё надо сказать, что все больные, которые серьёзные, попадают в регионы, каждый день мы перевозим их в Рижские больницы, чтобы там оказывалась самая высокая помощь. И этот процесс тоже продолжается всё время. Но всё-таки, если говорить о регионах, вот есть места, где ситуация тоже критическая, можно сказать, как и в Риге? По отношению числа больных или по возможностям госпитализации. Давайте и по тому, и другому критерию, можно сказать. Ну, эта ситуация, каждый день меняется карта, там появляются новые всплески заболеваемости. Это мы знаем, что в Якопилсе было Далгопилс, там справились в принципе, и не идёт очень большой прирост. Была Вацпия Балга, была Кудыга. Сейчас таких районов каждый день мы смотрим, где предлагают СПКЦ, вот эти новые места, где мы видим, что заболеваемость идёт вверх. Но и следим за этим, это больше не наша функция смотреть за этим. Мы просто смотрим, если где-то есть этот всплеск, мы понимаем, что очень большая вероятность, что попадая на вызов, где есть температура и симптомы, это может быть COVID. И сразу уже по алгоритму отправляем этого пациента в те места, где предназначено лечение COVID. Серьёзная ситуация образовывается в больницах, где идёт заболеваемость медиков. И это может быть так, что, например, единственные два травматолога заболевают. Нет, один заболел, второй становится, это и контакт-персона, и они оба не приходят на работу. Я говорю, всё, больница не может принять травматологических больных. То есть это не всегда, что у нас проблемы составляются с числом, но как раз с том, кто заболел, где заболел, сколько много людей не могут выйти на работу. И поэтому может проблема быть та, что в Риге много пациентов, но они могут аккумулировать эту заболеваемость с медиков. Небольшая больница, заболел один медик, и всё. В принципе, у них есть уже проблемы оказания соответствующей помощи. И это очень-очень серьёзный вызов для неотложной помощи, для нашего центра звонков, потому что мы всё время должны следить, где что происходит, где есть возможность, где уже нет, где завтра будет. Ну, то есть это очень каждый день большая планировка и очень большая ответственность к пациентам. Ну, по поводу сотрудников службы неотложной помощи, два дня назад сообщалось о девяти заражённых. По-прежнему число такое же? Нет. На данный момент 15 медиков. Сегодня получило новое из данной. То есть это так же распространяется, но медиков у нас более двух тысяч. То есть это большое число, 15, но это ещё не такое число, чтобы мы не могли справиться со своими функциями. И заражаются при этом, как я понимаю, эти люди не при контакте с пациентами, а как-то вот вне работы или нет? На данный момент ни один из тех, которые заразились, не заразились, исполняя вызов к такому пациенту. Но есть отдельные, где коллеги заражают друг друга, в других лечебных заведениях тоже идёт. И у нас, как вы знаете, медики работают на многих местах. И, конечно, есть, что заболели от своих родственников, то есть семейные связи доминируют тоже в некоторых случаях. И есть случаи, когда заболевают коллеги на нашей службе неотложной помощи не при исполнении работы, то есть вызовов, но общаясь между собой, находясь на подстанциях. Лена Циппола, глава службы неотложной медицинской помощи у нас в эфире по скайпу. Ну вот, говоря о ковид-диссидентстве, с чего мы начали, кажется, что во вторую волну его стало больше, оно вышло на новый уровень. У нас вот в Сэйме проявился представитель этого движения, целое, видите, собрание было по этому поводу с вашим участием создано. Я об Алдосе Гобзем себе, естественно, говорю. Как вы объясняете вообще этот феномен? Как, по-вашему, лучше всего дать понять людям, что ситуация всё же серьёзная и заслуживает вообще осторожности и внимания? Ну, во-первых, для ковида всё у нас новое. У нас даже не полный год ещё того, что мы знаем об этом версии. И всегда должно быть и время, и, ну, это её, то есть, чтобы мы могли знать всё. То, что в Латвии, может быть, разбатывает то, как было весной. То есть мы сидели дома, у нас было такое, все там аплодировали, было, ну, такая поднятость. Все ждали, что сейчас что-то будет, мы это переборем, и всё будет хорошо, мы такие сильные. И в конце концов оказалось, что мы настолько быстро среагировали, что ситуация не развилась. И, конечно, это оставляет, ну, действительно, особенно если летом всё ещё было так, что не было выпускные, не могли идти, да, хотя у нас было там несколько там больных. И всё это вместе, конечно, суммируется. И сейчас очень трудно, что людям поверить, пока они сами не сталкиваются с этим, что у них в семье кто-то заболел, что знакомый умер, что что-то такое. Труднее объяснить, почему это происходит в Европе, потому что и в Италии тоже, и также люди со скепсисом относятся к информации о реальности ковида. Но там же были действительно большие проблемы, потери людей. и также мне трудно объяснить, почему это в Европе, но, конечно, лидеры тоже играют очень большую роль. Например, господин Трамп, как мы знаем, высказывается. Тоже нету врачей даже, но у нас в Латвии есть врачи, которые тоже относятся к этому, что надо быть спокойней. А есть среди врачей тоже такие люди? Да, я вижу ту ситуацию, как она развивается. У меня совсем никакой спокойствия нет. А что, среди врачей тоже есть ковид-диссиденты? Как бы сказать еще раз. Среди врачей и медиков тоже есть те, кто отрицает коронавирус? В принципе, да, есть. И это тоже трудно, потому что иногда врачи воздействуют на других коллег, и идет такая... Те, которые сталкиваются каждый день с этой ситуацией, видят стационирование и читают, и встречаются с коллегами, которые работают в инфекционных больницах, в реанимации. Может быть, это нет, но тех, которые немножко подальше находятся от неотложной системы, от инфекционной больницы, ну, бывает, что скепсис большой. Я вот буквально сегодня в Фейсбуке видел картинку, не фотографию именно, а картинку, как выглядит якобы, вы можете подтвердить, как выглядит аппарат искусственной вентиляции легких, как это в человеке, на человеке. Это весьма неприятно и вообще довольно страшно выглядит. И там была подпись, что вот посмотрите, как выглядит аппарат искусственной вентиляции, если вам неудобно носить маску. Как считаете, такие немножко шокирующие меры могут быть полезны, чтобы вразумить тех, кто, например, не верит в серьезные ситуации? Ну, во-первых, этот аппарат, в принципе, при наркозе только используется. Ну да, понятно. То есть человек уже вводится специально в такое состояние, что он может лежать под таком аппарате. Большинство, абсолютное большинство, все-таки лечатся в стационаре и не при таких аппаратах. Наверное, что в визуализации, если ты видишь реальность, немножко легче. Понять, что действительно это COVID, это реальность. И я очень рада, что есть такие пациенты, которые рассказывают свои истории людям в социальных сетях и медиам, что это реальность. Это очень важно, что это говорит не только один или два, министры или министерства, но это говорят реальные люди. Вот вы тоже буквально на днях рассказали, что нередко случается так, что пациент проводит в больнице какое-то время, потом обнаруживается коронавирус. В этой связи тоже понятно, что тут можно целый эфир про это говорить, но хочется спросить, что мы на сегодняшний день, вот на 30 октября, все-таки знаем уже о коронавирусе. Может ли человек, потому что есть очень много спекуляций на эту тему, может ли человек болеть дважды, например, там заболеть, выздороветь, потом опять заболеть. Там какие ситуации наиболее опасны? Вот Минздрав сказал про хоккей, как наиболее опасный вид спорта. Что вы можете, если так вот подытоживая, самые главные пункты, которыми мы владеем? Ну, я могу располагать с тем числом, которые уже подтверждены, соус-весла и псормизация, и так, сколько заболевают, то есть процент заболеваемости, который имеет уже риск, потом инкубационный период, это очень важно, потому что надо понимать, почему мы сидим дома, если мы были в контакте с таким больным, потому что в 14 дней может проявиться первые симптомы. Чаще всего они появляются где-то в шестой-седьмой день. Ещё мы знаем, что если развивается ситуация серьёзная, она тоже развивается через где-то 7-10 дней, то есть если человек заболел, у него есть симптомы, но они проходят понемножку, проходит легко это заболевание. Если симптомы не проходят, развиваются, то в принципе стационарное лечение начинается где-то седьмого-десятого дня. Ещё, наверное… Симптомы ещё, кстати, напомните, пожалуйста. Мы знаем, значит, хоккея… Мы знаем, как распространяется этот вирус, то есть он распространяется, выдыхая из носа, из рот, изо рта, и поэтому надо носить маски, чтобы если вы… Об этом протекает некоторым без симптомов, то есть они заражают других, сами даже не зная, что они заболели. Поэтому очень важно, что общество соблюдает одни и те же правила по отношению распространения вируса. Ну что ещё, не знаю, могу сказать… Симптомы, может быть… Известно то, что не только это лёгкие, которые страдают от этой болезни, но и другие органы, это тоже уже доказано. И да, есть ситуации, когда человек заболевает второй раз. Они сейчас исследуются во всём мире, таких пациентов и ищут, чтобы понять, почему это так произошло, что и весной человек был позитивным, потом был негативным, было даже много анализов негативных, и осенью получают опять позитивный ответ. Такие ситуации бывают. Хорошо. Лена Цыплла, глава службы неотложной медицинской помощи, в прямом эфире у нас по скайпу. Вот говоря об аппаратах искусственной вентиляции лёгких, идёт речь о том, что у нас их около 500 или более 500, и буквально неделю назад или полторы заговорили о том, что мы могли бы применить итальянскую систему, когда, выбирая, скажем так, между тяжёлым и очень тяжёлым случаем, нам нужно будет этот выбор очень непростой делать. Вот действительно ли так будет? Многим кажется, что это очень цинично и несправедливо, но вот как вы это видите тоже? Ну, я могу только сказать, что это военные законы вступают в силу тогда, когда ресурсов очень не хватает. И медицина-катастрофа, она всегда идёт на то, что мы, приезжая на происшествия, сначала ищем и начинаем оказывать помощь тем, которых вообще есть возможность спасти. И эти принципы, они работают уже много лет. И, в принципе, это очень трудная ситуация. И почему пишутся такие рекомендации для врачей, чтобы не было так, что он индивидуально должен принимать такие решения и брать на себя такую большую ответственность. Конечно, каждый человек понимает, если это относится к таким хиперболой от ситуации. Например, если у вас один аппарат, привезли уже пожилую женщину хроническими заболеваниями, и рядом находится ребёнок. Эту женщину привезли первую. Но его сейчас должны привезти. Если идёт по очереди всем, то она идёт сначала. И тогда, когда людям говорят, какие выборы могут быть, они понимают, что, конечно, подключается ребёнка. Но это не настолько всегда легко. Поэтому врачи работают к таким рекомендациям, чтобы консилиумы могли принимать решения. Потому что мы, конечно, не на войне пока. И я очень буду надеяться, что не будем в такой ситуации, что такие решения надо будет принимать. Но есть показатели, по которым можно сделать такие выборы. И это уже действительно дело врачей, не меня как, например, организатора. Я могу только как человек сказать, что я понимаю и одобряю, что есть такие рекомендации для врачей, которые будут работать в тех ситуациях, когда такие трудные выборы надо будет делать. Вы вспомнили про аплодисменты, которые звучали из окон во время первой волны в качестве поддержки медиков. И действительно, были и хэштеги в соцсетях, и разные высказывания, даже статуя медиков была открыта вот у музея художественного здесь у нас неподалеку. Во время второй волны, как кажется, ее стало меньше. Вы сами об этом сказали, что медики уже той поддержки не имеют. Вот действительно так? Как, расскажите, настроение вообще в медицинском сообществе? Ну да, это, знаете, это как все в жизни. У нас сначала мы ждали первого пациента, потом мы концентрировали первые умершие, и все были. А сейчас мы уже, статистика у нас уже, это просто статистика, так же, как медики. В начале были герои, а сейчас вы просто делаете свою работу, это стала рутина. Я думаю, что это не только относится, это к любой ситуации относится. И действительно, сейчас то трудно, что ситуация сложнее, чем она была весной, для медиков действительно труднее. Весной, может быть, было более, мы меньше знали о том вирусе, и сами медики были много настороженнее. Но сейчас эти все решения, организации, госпитализации, разворачивание новых коек и все остальное намного-намного серьезнее, намного больше часов медики работают в этих специальных костюмах, намного в больших местах это происходит. Только если раньше больше это была инфекологическая больница, то сейчас это уже очень многие места, где так происходит. Ну, это для общества, наверное, может быть, они это не видят, настолько не показывают, как, может быть, весной очень много рассказывали об этом. Сейчас больше смотрят на статистику. Опять фокус пошел на политиков, на экономические все вещи, и медики остаются сейчас немножко на втором плане. Но вот еще, когда вы говорили про коллапс, вы упомянули, что вообще в Латвии одна из самых слабых в Европе систем здравоохранения. И вот, кстати, господин Гобзамс, он на это тоже, на эту больную точку нажимал, говоря о том, что вообще, напоминая о том, что еще год назад медики были вот даже обмануты, им не повысили зарплаты. И вот сейчас, получается, вы как между двух огней. С одной стороны, вы должны работать вместе, с другой стороны, наверное, это осталось в памяти, потому что еще недавно медики даже и протест свой высказывали. Вот как вы это видите? Вы пока отложили этот момент, да, зарплат вообще и всего? Ну, медики просто, нет, ну, медики работают, потому что это их миссия, они будут делать эту работу, я думаю, многие из нас, даже если не будет зарплаты, потому что это немножко другие включают законы опять, как на войне, да, но система здравоохранения, она не строится ни за год, ни за два, ни за пять даже. Она строится очень длительное время, и так сказать, что сейчас эти политики виноваты, и что-то не исполнили в прошлом году, это очень так примитивно подходить к вопросу, и менять мы можем только десятилетиями нашу систему, поэтому медики живут в этой системе, жили перед советское время, у нас очень много советского времени еще медиков работает, пережили все те кризисы, какие тогда были, сейчас работают в этой ситуации, я думаю, будут работать, но эти процессы, которые происходят, например, с персоналом, они очень длительно, если начинают восстанавливаться, это как про ковид говорить, пока не как бы ценный период, потом пока всех стационируем, еще пока дождемся, то есть это то же самое, мы сейчас, поднимая эти зарплаты, можем считаться, что через, ну, пять лет у нас может быть немножко начнет восстанавливаться этот ресурс, это не так, что я в прошлом году перечислил деньги и на этом у меня полные пришли там, не знаю откуда, такая система, может быть, тогда, если мы привозим от каких-то государств, ну, не знаю, например, Великобритания привозила из Австралии на службу неотложной помощи, рекрутировала людей, потому что предлагала больше зарплаты, тогда, может быть, это работает, но в Латвии это невозможно, ну, откуда к нам кто приедет, это язык, это общее экономическое, это отношение к тем, которые приезжают, и это очень сложно, поэтому мы должны мотивировать тех людей, которые здесь живут, они выбирают эту профессию, это престижно, там есть нормальные зарплаты, там не надо работать на семи местах, чтобы что-то заработать, и тогда только мы можем ждать, что у нас будет этот ресурс и восстановится этот ресурс, то есть я не хочу спекулировать с тем обещанием, которые политики делают, это прошлый год и этот год, это совсем примитивно, на это так нельзя смотреть. Хорошо, Лейна Цыпола, директор службы неотложной медпомощи у нас сегодня в эфире по скайпу, забыл, кстати, спросить, вот вроде как ожидается ежегодно эпидемия гриппа, еще вот на нашу голову она упадет, наверное, не удастся ее избежать, насколько это вообще усугубить может грипп ведь тоже довольно серьезно протекает, в 2018 году, если не ошибаюсь, была вообще вспышка целая этого гриппа. Ну, вы знаете, все инфекционные заболевания, если мы работаем на COVID, то работаем и на другие инфекции, потому что эти те же самые пути защищаются, и мы думаем, что прогноз такой, что немножко меньше даже будет гриппа, но то, что его вообще не будет, так, конечно, нельзя сказать. Для медиков это будет немножко труднее ситуация, потому что, если на данный момент характерные симптомы мы сразу можем идентифицировать по отношению к COVID, то, если он будет протекать вместе с гриппом, то это будет уже намного серьезней, ну, пациентов надо будет еще усложниться логистика и все остальное, поэтому мы надеемся, все медики надеются на то, что гриппа в этом году будет немножко менее коварной, чем в другие годах. Очень большой резонанс, конечно, вызвала вот смерть 34-летней женщины в Талсе за 4 дня до ее смерти. У нее был ковид, и у ее отца был коронавирус, он тоже умер. В этой связи еще прозвучала такая некоторая критика, как это часто бывает в отношении вашей службы, что якобы вызывали скорую мужчину не приехало. Вы объяснили, что нужно было через семейного врача действовать. Вот, может, объяснить это, чтобы и слушатели наши, и зрители понимали, каким образом действовать, когда ты вызываешь скорую, чтобы она приехала, чтобы вы... Коммуникация произошла, в общем, нормальная. Ну, в принципе, было бы правильно, и у нас в Латвии такого нет, что на вызовы неотложной помощи по звонку реагируем в тех ситуациях, когда очевидно произошло что-то очень серьёзное по отношению к жизни, смерти, к здоровью, не знаю, там, инфаркт, инсульт, авария, пожар, и, в принципе, большое число государств так и реагирует. И в тех случаях, когда у человека симптомы очень такие общие, ну, то есть заболевания, там, не знаю, насморк, температура, это не те ситуации, которые вообще надо было бы решать через службу неотложной помощи, в принципе. Но происходит так, что мы переходим тоже это немножко с того времени, когда ещё была скорая помощь, на неотложную помощь, и вот это среднее, ну, говорится, между семейным врачом и неотложной помощи у нас немножко выпадает, и на службу неотложной помощи сейчас ложатся тоже и такие случаи. Но что очень интересно, что если мы работаем по алгоритмам, мы по телефону не всегда можем узнать всё о пациенте, у нас нет полной карты, мы не знаем сопровождающие заболевания, больной не всегда может характеризовать свою ситуацию, и в таких случаях почему мы говорим, что лучше шестимейным врачам не говорить своим пациентам вызывайте скорую, а вызвайте сами, потому что они могут диспетчеру сразу сказать, вы знаете, этот у меня хронический, у него лучше госпитализируем, этот разговор между двумя медиками, мы можем отправить бригаду, мы всегда реагируем на такие звонки, они каждый день происходят. Но в ситуации, когда человек не входит в этот алгоритм, такие ситуации могут быть, потому что если нам надо опять выбрать, мы посылаем на инсульт или на эту температуру свою бригаду, единственную, которая, например, находится на тот момент свободно, то, конечно, этот разговор идёт сразу, на инсульт мы отправляем, а здесь говорим человеку, звоните с семейным врачом, что он скажет и так. И это была как раз такая ситуация, что по тем признакам, что говорил больной, то есть температура, кашель, это ещё не самая такая ситуация, чтобы мы на неё реагировали неотложно. Что важно, мы в тот же день выслали бригаду после звонка семейного врача, и человек попал в больницу, да, там были промежуток 5 часов, сколько там получилось, но это не оказало большое воздействие на то, какой был исход ситуации, то есть он попал в больницу и там лечился ещё 4-5 дней, просто COVID протекает иногда таким образом, что он развивается очень быстро и очень исход плохой, это такая ситуация может быть. Да, и вот последнее, наверное, хотел спросить по поводу тестов на коронавирус, кстати, одним глазом обновляю статистику, никак сегодня новых цифр не появится, это, конечно, уже беспокойство определённое всегда вызывает, но да ладно, вот по поводу тестов, было объявлено, что мы увеличим эти количество тестов до 8 тысяч, при этом также решили включить некоторый фильтр, чтобы вот от семейного врача нужно было, вот как это соотносится, как можно увеличить, если мы, наоборот, усложнили немножко задачу, любой человек с улицы теперь не может пойти, ему нужно как бы к врачу идти. Как вы видите вот этот вот процесс тестирования на коронавирус? Я могу только сказать огромное спасибо тем коллегам, которые этим занимаются. Я очень хорошо помню весной, что не было ни возможностей снятия тестов, ни возможностей исполнения тестов, более чем там 2 тысячи сначала мы могли сделать, и тогда служба неотложенной помощи работала, как снимали эти тесты, чтобы могли отправить в лабораторию. На данный момент мы сделаем очень-очень-очень много тестов, и это делают сами лаборатории, то есть они провели очень большую работу за лето, нашли персонал, нашли возможности. То есть я считаю, что Латвия хорошо всё делает по отношению того тестирования, как мы его делаем, и с какой точки мы вообще начинали. но то, что приходить с направлением СИВНа врача или нет, это тоже важно, потому что была ситуация, что все записывались на очередь над тестом, надо ли не надо, никто это не смотрел, проверял, но очередь образовалась настолько большая, что человек, у которого действительно были симптомы, он даже очень, если хотел, никак никуда не мог попасть, потому что тогда надо было держать, наверное, две очереди или, не знаю, какие-то вип-палатки делать, и, конечно, такое, что мы смотрим намного, это знаете, как взять ружьё и вообще пулить по небу или как раз целиться, и это очень важно, ты можешь не попасть, даже если ты целишься, но ты всё-таки стараешься попасть в какую-то цель, если просто взять и все свои патроны по небу, это ничего не даст. Так что этот подход, он хороший, но действительно очень трудно быстро, за год даже меньше сделать систему, чтобы всё работало, все менялись информация, была логистика, была, чтобы мы могли эти параоги везти в Ригу, туда-сюда, это очень сложный процесс, и те люди, которые этим занимаются, я могу только сказать, что это огромная работа, им огромная обрейна, что они так с этим справляются. Спасибо. Лейна Цыпула, глава службы неотложной медицинской помощи, была у нас сегодня в развороте. Ещё раз вам спасибо и за время, и за вашу работу, и успехов вам. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров,